Здравствуйте, с вами Константин Иванов и программа «Медицина будущего». Я думаю, что каждый из вас считает самым неизученным и неизведанным органом человеческого тела – головной мозг. Что там происходит? Как он функционирует? Как его можно лечить? Обо всем сегодня побеседуем с Моисеем Соломоновичем Ароновым, кандидатом медицинских наук, нейрохирургом и заведующим отделением рентген-эндоваскулярных методов диагностики и лечения Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна. Здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Наверное, самый актуальный вопрос даже для 21 века – это сосудистая патология. Это то, что происходит с нашими сосудами не только сердечно-сосудистой системы, как правило, потому что это на первом месте, по смертности всегда, но и с сосудами головного мозга. Что такое ишемический инсульт? Когда он возникает? У кого он возникает? В каком возрасте? И какие новейшие методы лечения существуют? Вот по полочкам. Давайте это попробуем разложить сегодня. Ну, смотрите, если проводить аналогию с сердцем, то, что мы называем инфарктом, это когда сердечная артерия закупоривается, и та область, которую она кровоснабжала, начинает отмирать. В головном мозге примерно то же самое. Может произойти закупорка одной или нескольких даже мозговых артерий, и та область, за кровоснабжение которой они отвечали, или эта артерия отвечала, также начинает страдать, и достаточно быстро происходит некроз этой области. Это можно назвать и инфарктом мозга, но для ишемии головного мозга есть такое специфическое слово, которое называется именно инсульт или строк на английском языке. Развивается чаще оно у пожилых людей. Самые частые причины для развития этого состояния – это нарушение ритма сердца или атеросклеротическое поражение брахиоцефальных сосудов, то есть артерий, магистральных артерий шеи, которые кровоснабжают, собственно говоря, головной мозг. Я так понимаю, когда мы говорим о нарушении ритма сердца, самая частая, очевидная причина – это так называемая фибрилляция предсердия, либо мерцательная аритмия. Да. Когда создаются условия для образования тромбов в полостях сердца, а затем при стечении обстоятельств и при определенном сокращении сердца может произойти отрыв тромба, миграция его в дугу аорта и дальше в ту или иную артерию мозга. И когда этот тромб достигает артерии такого диаметра, через который он уже пролезть не может, он там останавливается, и на этом месте образуется инсульт. Моисий Силамонович, прежде всего хотелось бы понять, кто чаще попадает в эту категорию, потому что когда мы говорили бы еще 20 лет назад, ну 15 лет назад о инфаркте, то понятно, что у мужчин, скажем, он встречается намного чаще, особенно если женщина не достигла постменопоузы. Вот все, что касается ишемических инсультов, у кого чаще они возникают? Все-таки считается, что у женщин они встречаются чаще, но тут большее значение имеет возраст для, так сказать, оценки эпидемиологии ишемического инсульта. То есть чаще всего все-таки страдают женщины у нас? Да. Скажите, пожалуйста, в кардиологии уже очень давно начали заниматься так называемым стентированием или транслюминальный баллон ангиопластика с стентированием. Хотелось бы понять, что такое вот эти эфемерные час-два, золотой час-два, потому что, ну, в действительности ведь это не так, это ни час и ни два. И что можно предпринять вот в эти первые часы, когда возник уже инсульт, собственно говоря? Ну, возможно, понятие золотого часа, оно чуть-чуть мигрировало из, так сказать, уже профессиональной среды, когда мы говорим о том, что в течение часа после поступления в стационар больному должно быть предпринято вмешательство для ревоскулиризации пораженного участка. Это вот тот час, который нужно соблюдать в том месте, где есть так называемая строк-тим, команда, которая лечит острые ишемические инсульты. И хорошим показателем считается, если пациент с момента поступления в стационар до начала эндоваскулярного вмешательства проводит не более часа. А вообще лечить ишемический инсульт современными методами можно в течение, в большинстве случаев, в течение первых шести часов. Это более похоже на правду, потому что если не брать Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск, то, в принципе, его доставить за один час – это практически невозможно. Ну, хорошим специалистам. А вот шесть часов – это уже возможно. Ну, я с вами соглашусь. Конечно, шесть часов даёт определённый запас для того, чтобы всё-таки заниматься этой проблемой и стараться ишемический инсульт лечить в остром периоде. Это делать можно и нужно. Что касается 200-300 километров от крупных городов, то это ведь достаточно распространённое заболевание. И поэтому очень важно, чтобы современные методы лечения ишемического инсульта были более распространены, чем только лишь в крупных городах. Я вам хочу сказать, что это уже происходит в нашей стране. Во многих регионах… Это федеральная программа, насколько я знаю. Да, это федеральная программа. И во многих регионах проводится уже не только тромболитическая терапия лекарственная, но и довоскулярная механическая тромбоэкстракция, когда тромб из артерии удаляется механически при помощи специального такого устройства, которое его как бы захватывает и вместе с тромбом потом удаляется из сосудистого русла. Вот чуть поподробнее, потому что все сразу как-то пугаются, когда речь заходит об операции. Но я хочу напомнить, что вы один из тех уникальных врачей, которые обладают методикой малоинвазивных методов вмешательства операционных. И что в этом нет ничего, собственно говоря, страшного. Что это за прокольчик? Как это делается? Чуть подробнее. Действительно, наши вмешательства эндоваскулярные или нейроинтервенционные, как их еще называют, они проводятся доступом чаще всего через бедренную артерию, хотя это не единственный возможный доступ. Возможно также лучевой доступ, когда прокалывается артерия на руке. А при бедренном доступе разрез, то есть это разрезом, в общем, назвать сложно, там 2-3 миллиметра, просто такой небольшой надрез для того, чтобы беспроблемно пропунктировать артерию и ввести такую трубочку, которая называется интродюсер. Через этот интродюсер уже вводятся другие, более длинные катетеры, которые, естественно, под контролем... То есть это проводник, по сути, является, да? Ну, смотрите, у нас есть глобально два типа доставляющих инструментов. То, что полое внутри, то, что трубочка, это мы называем катетер. А проводник, это такой... Который уже идёт внутри. Такой, как бы, стержень, который показывает катетеру дорогу, которым мы управляем и идём туда, при помощи которого попадаем в те сосуды, которые нам нужны. Это всё, разумеется, сделается под рентгенустановкой? Да, это не просто рентгенустановка, это такая ангиографическая система. Это очень сложное и высокотехнологичное такое устройство, которое не просто даёт нам рентгеновскую картинку, оно позволяет давать нам очень чёткую картинку, вычитая то, что нам не нужно. То есть, допустим, костное образование, воздух или там что-то ещё из этой картинки вычитается, и мы можем видеть только сосудистый рисунок, который нам нужен для работы. Мы можем эту картинку увеличивать, мы можем делать трёхмерное изображение, вращать его, находить проекцию, которая нам нужна. Мы можем... Есть такая функция у современных устройств, называется roadmap, когда как бы подсвечивается та дорога, которая тебе нужна по сосудистому руслу пройти. Это можно сейчас делать не только на плоскостных двухмерных изображениях, но и на трёхмерных реконструкциях. И это даёт новые возможности для более быстрого и качественного прохода, катетеризации тех сосудов, которые нужны. Ну, то есть, вот вы через проводник, дальше, я так понимаю, что есть тромбоэкстрактор, правильно я понимаю? Да. Ставится целая серия катетеров. Сначала ставится вот такой небольшой интродюсер, там, где прокол бедренной артерии, потом через него. Он нужен для того, чтобы безболезненно для артерии вводить и удалять другие устройства. То есть, один раз его в артерию ввели, и он там стоит. И все остальные движения, они на прокол, на область прокола артерии никакого механического воздействия не оказывают. Вот. Значит, потом ставится такой достаточно с широким просветом проводниковый катетер. Если говорить об инсультах, то этот катетер ещё на кончике имеет такой баллон. И он устанавливается, допустим, на уровне сонной артерии или на уровне позвоночной артерии. Через этот проводниковый катетер проводится более тоненький катетер дистального доступа, который подводится уже ближе к месту окклюзии, уже интракраниально. То есть, им можно зайти в артерии, которые находятся уже внутри полости черепа. И этот катетер дистального доступа, он не только поменьше, он ещё очень гибкий, мягкий. То есть, он не травмирует мозговые артерии и при этом создаёт некую опору для продвижения уже самого основного рабочего инструмента – микрокатетера. Микрокатетер имеет… Да, это вот такая коаксиальная система. Одно устройство внутри другого. Микрокатетер имеет уже совсем маленький просвет, и через него доставляется на специальном таком длинном проводничке, жёстко сцепленном с самим устройством, стенд-ретривер. Стенд-ретриверы – это… Ну, вы уже упомянули про кронарную ангиопластику и стентирование, да? Ну, стенд, он имеет примерно похожее строение, то есть, это такая… Ну, это специальный сплав, я так понимаю. …сетчатая трубка из специального сплава, который при выведении из микрокатетера он раскрывается и за ним… да, и как бы вот расправляется по диаметру сосуда. Он с лекарственным покрытием, этот стенд? Нет, нет. Там лекарственное покрытие не нужно, там нужен именно механический его эффект, чтобы он захватил тромботические массы и вместе с ними был удалён потом… да, как бы схватил их и… А вот этот момент, он очень важен, потому что… Ну, вот смотрите, есть тромб, как я себе это представляю. Когда его удаляют, он может, так называемый, фрагментироваться. Может. И может улететь обратно. Что вот происходит? Какая-то ловушка или это… Ну, смотрите, нет, ловушек там нет, потому что вы уже обратили внимание, что там и так достаточно много устройств. Причём при инсультах это же может происходить в достаточно мелких сосудах, то есть туда так много инструментов, то есть для ловушки там места нет. для того, чтобы препятствовать фрагментации тромба и дальнейшей его миграции дальше по сосудистому руслу, как раз и приспособлен вот этот вот баллон, который, помните, я упомянул, что вот тот катетер… Маленький баллон первый. Нет, вот этот проводниковый катетер, который на уровне шеи устанавливается на кончике, его есть баллон. Да. И вот когда мы провели уже все инструменты, когда микрокатетер проведён за зону тромбоза, окклюзии, когда через него проведён уже стенд-ретривер, раскрыт, и стенд-ретривер уже готов к тому, чтобы его извлечь вместе с тромбом, тогда вот этот баллон раздувается, он перекрывает кровоток, ну, условно говоря, в сонной артерии, если мы говорим об ишемии в этом бассейне. И на какое-то время короткая кровь перестаёт течь по этому бассейну. И извлекается тромб без антоградного кровотока. Это снижает риск его смывания со стенд-ретривера и фрагментации. Кроме того, в момент извлечения тромба вместе со стенд-ретривером, он извлекается, хирург тянет на себя вот этот проводник вместе с микрокатетером, и он постепенно прячется вот в тот катетер дистального доступа, который, помните, я говорил, который поменьше, который гибкий, который заходит в мозговые сосуды. И через этот катетер дистального доступа к нему ещё присоединяется такой большой шприц с заглушкой, и в этот момент ещё происходит аспирация. То есть создаётся отрицательное давление, чтобы всё, что мы достаём, максимально присасывалось, притягивалось в этот катетер, и чтобы ничего не оставалось в артериальных сосудах. Два вопроса. Два вопроса сразу. Вот так вот на первый взгляд выглядит достаточно сложная манипуляция. Это раз. Огромное количество интродюсеров, проводников как угодно. Сколько это стоит? Входит ли это в ВТМП? И сколько вот этот доступ, да вся процедура занимает по времени, ну, в среднем? Ну, эта операция должна длиться где-то в пределах часа, полутора. Бывают сложные ситуации, бывают пациенты с извитыми сосудами. Допустим, люди, которые длительно страдают артериальной гипертензией, у них доступ артериальный гораздо сложнее, чем у человека без артериальной гипертензии. Потом локализация окклюзии может варьировать, выраженность окклюзии может варьировать. Вот, например, сонная артерия в полости черепа, она потом разделяется на среднюю мозговую и переднюю мозговую. То есть получается такая как Т-образная такая развилочка, да? И одни из самых сложных и грозных видов ишемического инсульта, это так называемая Т-окклюзия, когда тромб поражает именно область вот этой развилки, и она поэтому так называется Т-окклюзия. То есть закупоривается и сонная артерия, и передняя мозговая, и средняя мозговая. И, конечно, иногда требуется 2-3 раза проходить стенд-ретривером, повторять эту процедуру одну за одной. Но поверьте, что для опытного специалиста проведение вот этих всех последовательных катетеров и манипуляций, это, в общем, рутинная процедура и много времени не занимает. Входит ли это в ВТМП процедура? Ну, вот буквально с этого года, можно сказать, заработала программа, вот я могу сказать, про город Москву. Сейчас, по-моему, 7 или 8 стационаров определено для лечения ишемического инсульта методом тромбоэкстракции по городу Москве. И в этих стационарах есть все необходимое оборудование, и, собственно, я знаю, что уже эти вмешательства выполняются. Дело в том, что это очень новый метод. Доказательная база появилась только в 2015 году. Это по всему миру? По всему миру, да. Дело в том, что тромбы удалять из артерии пытались давно, но не было такого остроумного и удачного устройства, которое делало бы это безопасно и настолько эффективно. Остроумного? Да, потому что вот этот метод тромбоэкстракции при помощи стенд-ретриверов, он был сделан впервые стендом, который не предназначен был для лечения инсультов. Этот стенд был предназначен для лечения аневризм головного мозга. И в 2008 году есть такой немецкий доктор Хенкес. Он опубликовал работу, в которой описал ситуацию, когда ему пришлось лечить интероперационное осложнение. Произошла тромбоэмболия одной из мозговых артерий. И дело в том, что этот стенд отличается тем, что он отделяется от доставляющей системы по желанию хирурга. То есть сначала стенд устанавливается в нужное место, а потом подключается к специальным электродам. И отделение стента от доставляющего проводника происходит электролитически. Поэтому пока ты его не отделил, ты этот стенд можешь обратно вытащить, забрать. И совершенно логично, доктор Хенкес предположил, что раз можно этот стенд вытащить обратно, можно попытаться убрать им тромб. Ему это удалось. Он потом этот опыт повторил. И с 2008 года эта методика стала известна. И с помощью вот этого стента, его название было «Солитер», он и сейчас применяется, используется. Всем, собственно, понравилась эта идея. Ну, я имею в виду всем специалистам, которые в этой области работают. Это стали применять. И буквально как снежный ком стало увеличиваться количество случаев с применением этой методики. А учитывая, что это очень такой отравматичный и элегантный продукт, было очень мало осложнений, эффективность была достаточно высока, но в медицине, вы, наверное, лучше меня знаете, что есть такое понятие, как доказательность. То есть пока не проведено рандомизированного исследования, ты ни в чем не можешь быть уверен. Лучше вас точно не знаю. Но, разумеется, оценивая не только медицинские миры журналистики, но и социальные сети, совершенно очевидно становится то, что наше, ну, чаще всего молодое поколение, сейчас стало относиться очень серьезно к так называемой доказательной медицине. Когда мы говорим про то, что вы сказали, там, двойное слепое, плацебо-контролируемое, лучше тройное, слепое, исходно, чтобы у нас еще не была заинтересована фармфирма, либо не был заинтересован производитель еще. Это было бы вообще прекрасно в идеале. И я так понимаю, что большие исследования вот с этими стентами уже были? Только в 2015 году, ну, совсем недавно. Совсем недавно, действительно. Вышли, ну, практически одно за другим, шесть крупных рандомизированных исследований, которые доказательно показали, что механическая тромбоэкстракция с помощью стент-ретриверов, она дает лучшие результаты, чем просто тромбоэлитическая терапия. И сейчас во всем мире золотой стандарт – это совместное использование и тромбоэлитиков, и тромбоэкстракции. Вы очень хорошо, кстати, сказали. Вроде бы, да, медицина XXI века, но никак ведь нельзя забывать то, где мы являлись основоположниками. И как раз я хотел бы вспомнить про тромбоэлитическую терапию. На догоспитальном этапе или в больнице она проводится в данный момент? Ну, к сожалению, ее нельзя на догоспитальном этапе проводить, потому что для того, чтобы лечить, начать лечить человека с ашемическим инсультом… Подтвердить диагноз. Нужно обязательно подтвердить диагноз. И более того, нужно не просто исключить кровоизлияние. Ну, формально можно просто сделать компьютерную томографию, исключить кровоизлияние, и это нам… Оно вообще разумно, потому что, да, действительно, ведь может быть геморрагический инсульт, мы только навредим. Да, может быть геморрагический инсульт, мы только навредим. Поэтому на догоспитальном этапе тромбоэлитеза он исключен. Единственное, что есть в некоторых странах передвижные томографы, когда уже… Вот я хотел сказать, мы недавно делали сюжет в европейских странах, и там был МРТ, магнитный резонанс томограф, который прям вкатили в операционную. Для меня это было таким неким шоком. Вот, как раз это следующий вопрос. Ну, в нашей стране мобильные МРТ и КТ существуют, я имею в виду стационария, интероперационные, те, которые можно в реанимацию прикатить, там тяжело пациента отснять. Вот, но про мобильные на улицах у нас я еще не слышал, хотя, наверное, это тоже в каком-то не очень отдаленном будущем станет какой-то рутинной практикой. Но это существует уже в мире, и это дает возможность уже на догоспитальном этапе начинать введение тромбоэлитиков. Но помимо просто нативного КТ, нужно еще все-таки делать дополнительные режимы исследования, дополнять КТ ангиографическим режимом и перфузионным режимом, чтобы оценивать степень поражения мозгового вещества, потому что в ряде случаев, то есть мы не только на время ориентируемся, в ряде случаев даже внутри этого терапевтического окна уже понятно, что лечить человека бесполезно. Бывают такие ситуации. И удаляя тромб, мы только лишь навредим, потому что после удаления тромба будет геморрагическая трансформация этого инсульта, то есть будет гематома, и состояние человека только ухудшится. А бывает наоборот. Бывает так, что 6 часов уже прошло, но мы делаем вот эти дополнительные исследования и видим, что, допустим, 8 часов, 9 часов, но есть определенный резерв коллатерального кровотока, и есть за что бороться. Который открывается, кровоток, да, дополнительный? Да, ну, сосудистая система мозга, она достаточно сложная. Есть целый ряд компенсаторных механизмов, которые могут быть у кого-то, а которых могут не быть. И кроме того, сама закупорка сосудов может происходить на разных уровнях. Это тоже обусловливает, ну, различные типы течения. Вот то, когда я вам говорил, Т-окклюзия, да, это вот такой достаточно злокачественный вариант, и, как правило, нужно в гораздо более сжатые сроки успевать такие инсульты лечить. Вот. Ну, и когда по диагностике мы видим, что, да, мы этого пациента можем брать на лечение, тогда, ну, это зависит уже от больницы. В идеале можно прямо в кабинете компьютерной томографии начать вводить тромбоэлитический препарат, либо, когда уже человек привозится, пациент, в эндоваскулярную операционную, там начинают введение тромбоэлитиков, и одновременно пунктируется артерия, и проводится тромбоэкстракция. Моисей Соломонович, вот скажите, пожалуйста, по вашему опыту, поскольку вы, помимо того, что я всегда очень люблю, когда приходит не просто ученый, но и практикующий доктор, это очень важно. Вот вроде бы мы говорим про медицину будущего, вроде бы у нас 21 век, я хочу, чтобы вы базисно пояснили для наших пациентов, что нужно делать, чтобы максимально не допустить ишемический инсульт, потому что, на самом деле, это очень простые постулаты, которые должен соблюдать любой человек, но мы как-то в силу нашего менталитета далеко не всегда это соблюдаем. Вот ваши правила жизни, чтобы избежать максимально ишемического инсульта? Во-первых, так как бы базово здоровый образ жизни, который заключается в здоровом питании с уменьшением количества животных жиров и быстрых углеводов, поменьше сладостей и мучного, и жирных молочных продуктов, считается, что в них, так сказать, большая трогенная составляющая. Вот. И важно давать себе регулярную, небольшую, но регулярную физическую нагрузку. Ну, хотя бы полчаса в день как-то себя там, либо, ну, пусть даже не пробежка, если там человек возрастной, но хотя бы интенсивная прогулка. Знаете, мне вот кажется, ключевое здесь небольшую, потому что... Небольшую нет, мучить себя не нужно абсолютно. Вот. Ну и, конечно, что называется, не запускать себя, если появляется артериальная гипертензия, с ней нужно бороться. Если чувствуете, что есть перебои в ритме сердца, нужно обращаться к кардиологу, к специалисту. Я думаю, что для мужчин после 40 лет, для женщин после 50, нужно периодически делать ультразвук сонных артерий. Если там все чисто, хорошо, ну, там достаточно большой интервал, 2-3 года оставить, но потом это исследование повторить, потому что атеросклероз бракеоцифальных артерий тоже такой существенный фактор риска для развития инсульта. Я, наверное, лишь немного дополню, что еще особенно должны обращать внимание те люди, у которых есть генетическая предрасположенность, исходно, наверное, от родственников. Ну да, у кого. Конечно же, это люди с сахарным диабетом, это отдельная категория пациентов. И очень важно, что вы сказали по поводу нарушения ритма сердца, ведь не все до конца понимают, что когда они вовремя обращаются к кардиологу, им назначается, вы это лучше меня знаете, тромбоэтическая, даже не тромбоэтическая, а антитромбоцитарная и специальная направленная терапия, чтобы препятствовать вот этому тромбообразованию, вот этих всех вещей, собственно говоря, и не происходит. Вы занимаетесь малоинвазивной хирургией, но я знаю, что вы прошли школу большой хирургии. Вот на ваш взгляд, современный нейрохирург, современный эндоваскулярный нейрохирург, он исходно должен проходить базисно школу большого оперативного вмешательства на головном мозге и потом уходить в узкую область? Либо он сразу может приходить и учиться малоинвазивным методам? Ну, вы знаете, наша специальность интервенционная нейрорадиология, если ее совсем уж так фокусно назвать, она, с одной стороны, достаточно молодая, с другой стороны, она интересна тем, что в нее приходят специалисты из разных школ. Ну вот я, например, пришел из нейрохирургической школы, А есть специалисты, которые пришли из, так скажем, кардиологической школы, то есть занимаясь изначально коронарными интервенциями, ну, так сказать, расширяя свой кругозор или там в силу тех или иных причин. Ну, мне кажется, что, конечно, занимаясь сосудистыми проблемами головного мозга, тебе просто проще, если ты прошел нейрохирургическую школу. Мне кажется, ты просто увереннее себя чувствуешь. Ну, да, и это как бы дает такой очень хороший базис, с которым проще развиваться и прокрессировать. Но это не закрывает дорогу для специалистов из других областей. Я знаю прекрасных специалистов, пришедших со стороны коронарных вмешательств, которые очень успешны и хорошо работают, очень талантливые доктора. А я знаю такого чудесного актера Андрея Миронова. Вы его тоже прекрасно знаете. Также вы знаете прекрасного, и мы все знаем прекрасного музыканта Женю Белоусова. Вот, к сожалению, оба этих человека погибли из-за того, что вовремя не распознали и не смогли вылечить аневризму. Поподробнее расскажите, пожалуйста, что такое аневризма, почему возникают они, и вот современные методы диагностики и лечения аневризм головного мозга. Аневризма сосудов головного мозга – это очень грозное заболевание, которое может никак себя не проявлять, может никак человеку не мешать жить. Что из себя представляет аневризма? Это такое выпячивание артериальной стенки, если говорить простым языком, условно говоря, такой мешочек. Вот артерия раздваивается на две веточки. Вот аневризмы часто возникают в местах бифуркации. И при определенном стечении обстоятельств, когда возникает дефицит, пусть небольшой там эластичных слоев, может за счет пульсовой волны крови постепенно выпячиваться такое сначала небольшое образование, а затем оно может увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться и превращаться вот в такое вот мешковидное образование, которое, собственно, мы и называем аневризмом. Ну, они бывают разных форм. Они бывают и правильных округлых форм, которые вот, что называется, как в учебнике, а бывают абсолютно неправильных форм. Бывают неокруглые, бывают вообще так называемые фузиформные, когда, собственно, нет места, из которого аневризма растет, а весь кусок артерии в этом участке, он такой вот раздутый и истонченный. И всегда, то есть, получается, огромный риск, то, что это все в итоге порвется стенка и произойдет кровоизлияние. Да, ну, когда воздушный шарик надуваете, вот когда вы держите сдутый в руках, там резина такая плотная, а когда вы его надуваете, он становится тоненький, тоненький, прозрачный. А как раз чуть больше надули, как раз это я про атмосферное, ой, не про атмосферное, я про артериальное давление, получается, еще, которые... Да, и вот там, где тонко там рвется, и в какой-то момент происходит разрыв стенки аневризма, и происходит кровоизлияние. Аневризмы, артерии головного мозга располагаются в таком пространстве между паутинной оболочкой, которая называется по-латыне арахноидея, и мозгом. И, соответственно, аневризмы, когда располагаются на артерии головного мозга той или иной, они, собственно, растут там же. И там это место, оно достаточно свободное, то есть там есть куда расти, так скажем, вот этой аневризмочке маленькой, то есть ее снаружи так особо ничто не поджимает. И когда она рвется, возникает кровоизлияние, которое называется субархноидальное. Субархноидальное, потому что оно распространяется вот под вот этой паутинной оболочкой. Иногда бывают внутримозговые кровоизлияния, когда аневризмы более периферического расположения рвутся и дают кровоизлияние в мозговое вещество. Но вот особенность субархноидального кровоизлияния такова, что аневризма вот в одном месте расположена, а когда кровь изливается, то она может заполнить собой достаточно большое пространство вот между вот этой оболочкой и мозгом. И после того, как кровь излилась, она начинает воздействовать на те сосуды, с которыми она контактирует таким образом, что они начинают спазмироваться. Сужаться. Сужаться. То есть одно из грозных осложнений субархноидального кровоизлияния, аневризматического кровоизлияния, это вазоспазм, сосудистый спазм. Он развивается где-то на третий день обычно и длится порядка двух недель. И он еще сильнее, так сказать, ухудшает прогноз, если он очень выражен. Поэтому от степени выраженности кровоизлияния, от того, насколько много крови излилось, во многом зависит исход заболевания и состояние пациента. Скажите, пожалуйста, как заблаговременно распознать то, что где-то развивается аневризма? Либо это в принципе невозможно, и только при случайном обследовании, при случайном МРТ, при случайном КТ это находка? Или уже есть какие-то, может быть, как же это правильно сказать, предикторы, что ли, для того, чтобы вовремя понять, что развивается аневризма? Ну, вы знаете, действительно сложно найти такие признаки, которые точно бы нам указали, что у этого человека есть аневризма, а у этого нет. Предикторами могут быть семейные истории, то есть если у кого-то из ближайших родственников первого порядка там мама, папа, сестра, ну, может быть, там дедушка, бабушка в меньшей степени, была история разрыва аневризма, то это повод обследоваться. Со скольки лет, когда? Ну, этим заболеванием страдают молодые люди, но не дети. То есть пик заболеваемости 30-50-60 лет. Молодые, дееспособные люди. Да, дееспособные, трудоспособного возраста. Вот, но сказать, что нужно всем обследоваться подряд, я все-таки не могу, нет таких вот рекомендаций. Но вы это осторожно говорите, я так понимаю, потому что нет каких-то определенных гайдлайнов, нет рекомендаций. А чисто по-человечески, вот с вашей точки зрения, по опыту? Ну, знаете, я бы начал немножечко с другого. Я бы начал говорить сначала о тех аневризмах, которые все-таки проявили себя кровоизлиянием. Потому что в первую очередь нужно охватить лечением вот эту популяцию пациентов. А дело в том, что ситуация с кровоизлиянием из-за аневризма такова. 20% пациентов не успевают доехать до стационара. Настолько тяжелое кровоизлияние, что человек погибает просто, можно сказать, сразу же. Еще часть, порядка 10% это кровоизлияние очень тяжелой степени, с которыми бороться уже бессмысленно. И операция часто таким пациентам, даже если такого пациента привезли в стационар, не проводится просто потому, что она бесперспективная. И для оставшихся пациентов ситуация такая. Повторное кровоизлияние в течение первых 14 дней может произойти в 20% случаев. В течение первого... То есть двое из 10 погибают, получается, из тех 8 человек, которые осталось, риск... 7, даже 7, потому что еще 10% в очень тяжелом состоянии, которое потом не имеет какого-то благоприятного исхода. И если аневризму не закрыть, то 20%, что она порвется в течение двух недель, и 50%, что она порвется в течение полугода. А повторное кровоизлияние, оно всегда происходит тяжелее первого. Что делать? Это стенты какие-то специфические? Смотрите, аневризму нужно выключать из кровотока. На самом деле, выключать аневризму из кровотока научились достаточно давно. Еще в 1938 году Уолтер Денди, американский нейрохирург, предложил методику нейрохирургического открытого клипирования аневризма, когда нейрохирург делает подход к аневризме, так сказать, снаружи и накладывает на ее шейку такую клипсу, которая перекрывает доступ крови в ее полость. И таким образом она уже не опасна, порваться она после этого не может. В 1974 году в ведущем нейрохирургическом журнале Journal of Neurosetger вышла статья, которая называется «Обаллонная катетеризация и окклюзия крупных церебральных сосудов». Автором ее был наш соотечественник Федор Андреевич Сербиненко, сотрудник Института нейрохирургии имени Бурденко. Эта статья произвела настоящий фурор, потому что в ней описывалась методика как раз через кожный, транскатетерный, эндоваскулярный эмболизации или окклюзии и аневризм в том числе. Там описывалось лечение разных церебральных сосудистых патологий, аневризм, артериевенозных мальформаций, каротидно-кавернозных соостей, ряд диагностических тестов при помощи баллон-катетера описывался. Собственно говоря, с этой публикации началась эра эндоваскулярной нейрохирургии. И Фёдор Андреевич Сербиненко является абсолютно основоположником. И это не только мы так считаем, это в мире повсеместно признано. Это такая же величина, как Павлов, Пирогов, Сеченов и так далее. Но учитывая медицину XXI века, учитывая медицину будущего, вот на данный момент, каким технологиям мы обладаем? Вот. Метод эндоваскулярный, он тогда появился, зародился. И, естественно, с развитием технологий, с развитием всего и визуализационных возможностей, и технических возможностей самих эндоваскулярных инструментов, лечение, в том числе аневризм, во многом модифицировалось. Если тогда это был метод выключения аневризма с помощью отделяемого баллона, то в начале 90-х годов Гуглиельми, эта фамилия, предложил метод выключения аневризма с помощью платиновых микроспиралей. Такие тонкие-тонкие проволочки, очень гибкие, которые складываются по заранее заготовленному диаметру. И когда микрокатетер заходит в полость эневризмы, через этот микрокатетер подаются вот эти микроспирали, которые одна за одной укладываются в полость эневризмы и заполняют ее собой, и перекрывают доступ крови как бы изнутри. Метод выключения аневризма с кровотоком микроспиралями широко распространился, и в 2002 году вышло рандомизированное исследование АИСАД, которое показало, что при острых кровоизлияниях эндоваскулярный метод, он более щадящий, и при той же эффективности, что эклипирование. То есть этот метод заслужил всемирное признание, и в том числе и у нас в стране очень активно развивается, используется. Но сейчас это не только микроспирали. Сейчас существуют методики, помимо просто окклюзии аневризмы микроспиралями, окклюзии аневризмы с ассистенцией стентом. Помните, я в самом начале говорил, что вот тот стент, при помощи которого вытаскивали, сейчас можно убирать тромбы из артерии, он был предназначен для стента ассистенции. Есть разные виды ассистирующих стентов, они отличаются по методике производства. Есть, так сказать, нарезанные лазером, есть плетеные. Моисей Славович, я так понимаю, что малоинвазивная эндоваскулярная хирургия в нейрохирургии, в неврологии идет семимильными шагами. Это, в общем-то, самое главное, потому что чаще всего мы боимся либо инфаркта, либо инсульта. И я понимаю то, что медицина будущего нам позволит лечить это намного лучше, и инвалидизации будет намного меньше. Большое вам спасибо за ваш труд, большое вам спасибо за то, что вы каждый день стоите у стола и спасаете людей. Мы хотим вам пожелать удачи. А я хочу вам напомнить, что у нас сегодня в гостях был Моисей Соломонович Аронов, кандидат медицинских наук, нейрохирург, заведующий отделением рентген-эндоваскулярных методов диагностики и лечения Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназена. Спасибо большое. Спасибо вам, кстати.